МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер! Сегодня 8 февраля, среда. В эфире на Бурайской обещательной кампании информационная программа «Объектив». Главные новости нашего города. В студии Альбина Бабкова смотрите в сегодняшнем выпуске. Дорожно-транспортное происшествие на улице Первомайская. Сегодня на перекрестке у детской библиотеки горел автомобиль «Газель». Парилка в домах на улице строителей. Жильцы уже неделю страдают от последствий коммунальной аварии. Коммунальщики приступили к работе только сегодня. Вновь аномальная холода. Из-за мороза в Свердловской области перенесена дата проведения главного спортивного зимнего праздника – Лыжня России. Провести сердечно-легочную реанимацию, отведать кулинарные изыски и изготовить их самостоятельно. Поработать на станке из ЧПУ смогли девятиклассники на Буральска, побывав на профориентационном мероприятии «Взгляд в будущее». А теперь об этих и других темах подробнее. Выпуск начнем с тревожных новостей. Сегодня утром на улице Первомайская в районе детской библиотеки произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух автомобилей один из них загорелся. Дмитрий Вячеславович, расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем утреннем дорожно-транспортном происшествии, есть ли пострадавший и причина возгорания автомобиля «Газель». Да, действительно, сегодня с утра произошло ДТП с участием автомобиля «Газель» и автомобиля «Тойота». Как выяснилось, автомобиль «Газель» выезжал с прилегающей территории, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Тойота», который двигался по главной дороге. В результате ДТП автомобиль «Тойота» и автомобиль «Газель» столкнулись, в результате чего произошло возгорание. «Газель» – пассажирская, хотя это и не маршрутное такси. В ней на момент столкновения находились люди, ехавшие на работу на одной из городских предприятий. Они были эвакуированы из машины бригады пожарных и доставлены в больницу. На данный момент мы разбираемся, какие телесные повреждения получили и будут ли они в дальнейшем нуждаться в лечении. Сотрудники госинспекции по безопасности дорожного движения предупреждают – морозное время, вероятность аварий возрастает в разы. Связано это прежде всего с тем, что автомобили на морозе ведут себя соответствующим образом. У нас замерзают элементы подвески, элементы управления автомобилем. Если вы все-таки решились выехать в такой сильный мороз на улицу, будьте, пожалуйста, любезны более грамотно управлять своим автомобилем. Учитывайте то, что элементы подвески автомобиля замерзли и он ведет себя по-другому. В продолжение тревожной темы сильные морозы нередко приводят к авариям на сетях горячего водоснабжения. На протяжении нескольких дней жильцы двух домов по улице строителей звонят во все коммунальные службы с просьбой устранить аварию, которая сделала их жизнь буквально невыносимой. В подъездах невероятно жарко и влажно, людям трудно дышать. Отчаявшись добиться внятного ответа, жители обратились в Новорайскую вещательную компанию. Подробности далее. Многие дома в старой части города не имеют подвалов. Рамка ввода горячей воды располагается прямо в подъезде, под лестницей первого этажа. Из-за этой особенности в подъездах зимой очень жарко, а если где-то возникает протечка горячей воды, вся лестничная клетка превращается в настоящую парилку. В домах 22 и 25 по улице строителей произошла как раз такая ситуация. Под землей лопнула труба горячего водопровода. Такие трубы уложены в бетонный коллектор, по которому нагретый пар пошел в подъезды. Дышать стало почти невозможно. Особенно страдают пожилые люди. Пар идет. Только что веника не хватает, можно париться. Вот такая была вода кругом, на полу, на стенах. Там уже все начало облетать вся эта штукатурка. С ребятами разговаривала, которые тут ходили, когда мы позвонили, вызвали, говорили, что-то случилось же. Вот они сказали, что, ну вот будет температура хорошая, и тогда, значит, тут будут вестись раскопки эти. Открыли вот эти колодцы только через день, чтобы пар выходил. И мы тогда открыли все двери, у нас вот сейчас все заледенело, и металлические двери, и здесь кругом лед. Началась она, ну, примерно неделю, наверное, назад. И, ну, продолжается до сих пор, и никто ничего не предпринимает. ЖЭК переводит стрелки на теплосети, теплосети на ЖЭК. Мы как бы молодые, мы это проще переносим. Соседи у нас более пожилого возраста. И им, конечно, все это намного сложнее дается. Стоит неприятный запах, большая влажность. У соседки краска с пола уже вспучивается, отскакивает. У меня загибается ламинат, потому что влажность действительно очень большая, и это ведет за собой последствия. Также в самом подъезде очень большие проблемы. То есть уже лестница вся там, видно, что она, не знаю, подгнивает, не подгнивает, но из-за влажности это все равно произойдет. И думаю, что с грибком мы будем еще долго бороться потом. На данный момент место прорыва трубы обнаружено. Ремонтные службы готовы приступить к работе. На строителей 25 выехала комиссия с участием представителей теплосетей и управляющей компанией. Поступали заявки у нас в единую диспетчерскую аварийную службу о повышенной влажности в подъезде. После этих заявок выезжали наши специалисты на место в дом, проверяли состояние инженерных сетей, проверили, они все были герметичны, в исправном состоянии. После чего мы обращались уже в МОП, гортеплосети. То есть попросили их проверить свои сети. И повреждение найдено, повреждение у нас на прямом трубопроводе. Для того, чтобы устранить, нужно обесточить дом от теплоснабжения, но обесточить его надо будет на один день. Повреждение будет устранено и проблема дальше будет по замене, по необходимости замены выявляться уже в рабочем режиме, в рабочем порядке. Антон Сапогов, Иван Вахмяков, Новоуральская обещательная компания. На Урал вновь пришли аномальные морозы. Температура воздуха опустилась на 9 градусов ниже нормы. В период до 11 февраля ночью столбики термометра будут опускаться до минус 30 градусов, в низинах до минус 35-40. Отметим, что рекорд по морозам был зафиксирован в Свердловской области в 1969 году. 8 февраля столбик термометра опустился до минус 38 градусов. Свердловские власти приняли решение перенести главный спортивный праздник зимы – Лыжню России на неделю позднее из-за неблагоприятного прогноза погоды. На ближайшую субботу действительно есть риск, особенно на севере области, что в момент начала Лыжни России температура воздуха будет достаточно низкой. Чтобы это не отразилось на безопасности участников и на массовости мероприятия, было принято решение перенести Лыжню России на неделю вперед. На 18 февраля. Прогноз погоды на эти сроки пока еще предварительный, благоприятный. Что касается Новоуральска, то в нашем городе старт Лыжни России тоже был перенесен на неделю вперед. Решение было принято на организационном комитете. О том, как идет подготовка к лыжным стартам, расскажет Никита Евсеев. Вопрос о возможности переноса главного зимнего праздника Лыжня России 2017 в нашем городе обсуждался на прошедшем недавно Оргкомитете. Новоуральск всегда весело и с размахом проводит старты этой всероссийской акции, которая в этом году будет проходить в 35-й раз. Традиционно соревнования проводятся с участием духового оркестра. На старты активно выходят дошкольники, учащиеся образовательных учреждений города, работники предприятий. Многие из участников сдают нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». И хоть об установлении крайне низких температур 11 февраля на территории всего региона синоптики предупреждали заранее, была надежда, что погода будет благоприятной. Конечно, нагреть температуру выше минус 23 мы не будем. Могу сказать одно, то есть в соответствии с нормативами есть температура, при которой соревнования не могут проводиться. И будем руководствоваться этими нормативами. Ну, будем уповать на то, что будет, как всегда, хорошо морозно, но в меру. И сможем побегать на лыжах. Решение о переносе региональной гонки «Лыжня России» организаторами было принято вчера. Сегодня утром решили провести старты 18 февраля и в Новоуральске. Городская программа праздника от этого не изменится. В 11.00 у Тира на улице Ольховая пройдет официальное открытие. Затем начнутся спортивные забеги. Участвовать в региональной гонке возле выставочного комплекса «Екатеринбург-экспо», как и в прошлые годы, поедет делегация из нашего города. Приходите и вставайте на лыжи. Никита Евсеев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская вещательная компания. В селе Тарасково прошли публичные слушания по изменению в правилах землепользования и застройки земельных участков. Государство стремится упорядочить эти правила. Внесены поправки в Городостроительный кодекс Российской Федерации, который касается и сельских территорий. И чтобы принять их на местном уровне, все изменения выносятся на обсуждение жителей. Подробности далее. Каковы размеры земельного участка под индивидуальную жилищную застройку? Какой высоты дом можно построить на своем участке? Каким должно быть расстояние до соседних домов? И многое другое. Все это прописано и четко конкретизировано в новом земельном кодексе. Это упрощает процедуру получения разрешения на строительство и делает ее прозрачной и понятной любому гражданину. А что непонятно, специалисты разъясняют на публичных слушаниях. Для многих стало неожиданностью, что если яблоня или вишня растет слишком близко к соседскому забору, сосед вправе заставить вас ее спилить. Таковы новые правила. То есть у нас идет, что высокорослые деревья, это у нас с вами идут сосны, да, есть у людей, елки есть, яблони. То есть вот высокорослые. То, что в принципе у нас с вами разрастается очень сильно. Вам, наверное, будет и самим не очень удобно, если у вас дерево разрастется и будет очень близко находиться к забору. Среднерослые деревья у нас идут 2 метра, и кустарники у нас идет 1 метр. У жителей села множество насущных забот. Дороги, газоснабжение, правила строительства и многое другое волнуют участников публичных слушаний. И на все вопросы они получили исчерпывающие ответы. В отдел сельских населенных пунктов мы внесли свои предложения, правила землепользования, которых не было. Что да, наши деревенские жители, они содержат домашних животных, козу, птицу, свиней. И как бы в этих правилах не прослеживалось то, что хозпостройку вот такую для домашних животных вообще нельзя было располагать на индивидуальном жилищном строительстве. Все-таки архитектуры нас услышали, они сейчас в этих правилах тоже внесли наше предложение, что да, хозпостройка для домашних животных, она может располагаться на индивидуальной жилищной застройке со своими размерами 4 метра от границы соседнего участка и с минимальным количеством животных. Антон Сапогов, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания. Лучшие из лучших учащихся Новоуральска поборолись за звание ученик года. Шестой по счету городской конкурс прошел в центре внешкольной работы. 11 лучших представителей своих школ на сцене защищали честь своих учебных заведений и проявляли лидерские качества. Наступивший год в России посвящен экологии, поэтому многие задания связаны с этой тематикой. Кто и как справился с конкурсными заданиями, узнаем из нашего следующего материала. Вместе Россия, вместе мы с ним, а здесь любят, верят, ждут, наш мир неслабим, наш народ непобедим, мы вместе Россия. На сцену вышли самые успешные старшеклассники, прошедшие строгий заочный этап отбора. В этом туре ребята писали эссе на тему «Экология души» и представили жюри свое портфолио. Оценивали таланты и успехи учеников беспристрастно. У нас независимые жюри – это представители учебно-методического центра, отдела культуры, из библиотеки, общественная организация ОХК. То есть независимые жюри, жюри не знают детей и заочный этап оценивали совсем другие люди. В заочном туре в зачет шли достижения в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах от муниципального до международного уровней во всех науках – математики, физики, биологии, информатики. Особые успехи у меня по предметам физика и математика. И очень много еще дипломов с танцевальным искусством связаны. Я занимаюсь в хореографическом коллективе. Увлечение каким-либо видом искусств явили зрителям все 11 участников. Танец, музицирование, вокал, живопись, демонстрация нарядов от кутюр, собственного дизайна и пошива, театральные постановки. Конкурсанты продемонстрировали свои творческие способности, эрудицию и ораторское мастерство в заданиях очного этапа. Мое хобби и презентации – экологический кодекс жителя Земли. Человечество – лишь небольшая часть огромного живого организма. Отрадно, что все ребята борьбу за здоровье планеты решили начать с себя. Чистое небо, чистая вода, яркое солнце, охрана окружающей среды, флоры, фауны – вот основные идеи, которые сегодня мы услышали от наших конкурсантов. Яркие и непохожие друг на друга таланты ребят на сцене Центра внешкольной работы в зрительном зале поддерживали многочисленные болельщики. За каждым из конкурсантов стоит большая команда. Это и коллективы школы, ребята, которые поддерживают, это и педагоги. И потом сильнейшему предстоит защищать честь Новоуральска уже на областной сцене. Пожелаем успехов и дойти, может быть, до федерального уровня. В жюри не позавидуешь, лучшего выбрать нелегко. Всех без исключения ребят можно смело назвать победителями. В своих увлечениях они талантливы и успешны. Они, конечно, уже дети, состоявшиеся с точки зрения того, что они знают, что хотят. И они уже заряжены той мыслью, той целью по жизни. И я думаю, что у них все состоится. Это, в общем-то, видно. Свои способности каждый из старшеклассников приложит, безусловно, и в освоении профессии, которую выбрал. А значит, высококлассных молодых специалистов в нашей стране станет больше. У меня врач и дедушка, он занимается компьютерной диагностикой. Иногда я прихожу к нему на работу, мы занимаемся любимым делом вместе. Все 11 конкурсантов получили от организаторов дипломы победителей в различных номинациях. Энергия знаний, будущее науки, олимпийская надежда. Специальными подарками награждены следующие участники. Приз избиркома Никитин Павел от музыкальной школы Початкова Екатерина, Леус Екатерина, Никитенко Юлия, Маргунова Екатерина, Абухова Ирина. Приз от Уральского электрохимического комбината Бабенко Мария, а от партии «Единая Россия» Черепанова Екатерина. Абсолютный победитель ученик 2017 года Мария Ситникова из школы номер 54. В этом феврале она будет представлять Новоуральск на областном этапе конкурса. Мария Антонова, Дмитрий Кузьмин, Новоуральская вещательная компания. Крупнейшее финансовое учреждение России «Сбербанк» совместно с компанией «Гугл» организует обучающую программу «Бизнес-класс». Тренинги и мастер-классы направлены на расширение профессиональных компетенций как для начинающих предпринимателей, так и для действующих бизнесменов. Подробности далее. Программа ориентирована на практику минимум теории, максимум реальных примеров и кейсов, актуальных для микро- и малого бизнеса. Она разработана успешными опытными предпринимателями, практиками и бизнес-экспертами, которые делятся практическими знаниями через видеоуроки, вебинары и лично встречаются с участниками бизнес-класса. Курс длится полгода. Хорошая образовательная программа, бесплатная абсолютно, это редкость в наше время. Она доступна всем жителям, любому человеку на территории Свердловской области. И еще какой момент есть. В программе есть две траектории. То есть траектория онлайн-обучения. То есть ты будешь находиться дома и заниматься за своим компьютером довольно непродолжительное количество времени. В неделю будут приходить задания. Нужно будет их выполнять, получать бонусы и так далее. Есть и более интенсивное направление. Каждый участник помимо онлайн-заданий получит личного наставника из числа успешных действующих бизнесменов. Будет возможность посещать массовые очные мастер-классы с экспертами в Екатеринбурге. Пройдя обучение, участники наработают бизнес-компетенции, сформируют целостное видение своего дела, приведут все знания в систему. По итогам предприниматели, прошедшие обучение, получат электронные сертификаты, подтверждающие прохождение программы. А накопленные баллы смогут обменять на подарки от организаторов и партнеров этой обучающей программы. Итак, для того, чтобы стать участником бизнес-класса, необходимо зайти на сайт проекта businessclass.pro, пройти процедуру регистрации и приступить к первому модулю. До завершения регистрации на проекте осталось 7 дней. Поторопитесь бесплатно получить такие знания – редкая удача. Никита Евсеев, Иван Вахмяков, Новоуральская обещательная компания. Взгляд в будущее. По таким названиям в станции юных техников прошло профориентационное мероприятие для учеников 9 классов Новоуральского округа. Цель мероприятия – подготовить учащихся к осознанному выбору будущей профессии. Подробности у Анны Акрамовой. Началось мероприятие с цифр и фактов. Так, 60% девятиклассников Новоуральска по статистике приходят в 10 класс, а 40% продолжают обучение уже в учреждениях профессионального образования. Многие впоследствии поступают в вузы. Привить осознанный подход к выбору будущей профессии – вот главная задача мероприятия. Каждый из вас пошел непосредственно в то образовательное учреждение, либо в школу, либо в учреждение профессионального образования, где он прежде всего себя видит и найдет свой профессиональный бой. Ребят учат, как правильно выбирать профессию. Им рассказывают, показывают. Ну, сегодня конкретно живой пример. Показывали, как надо выбирать и кого надо слушать. Перед школьниками в актовом зале также выступили приглашенные гости – директор Центра занятости Новоуральска Наталья Попова с информацией о ситуации на рынке труда. Образовательные учреждения презентовали и екатеринбуржцы из Уральского железнодорожного техникума и Государственного горного университета. Далее школьники разошлись по мастер-классам. Их для девятиклассников провели обучающиеся и преподаватели колледжей Новоуральска и станций юных техников. 30 движений и два в дом. Увидеть воочию, как проводят сердечно-легочную реанимацию или как действуют, применяя медицину катастроф на практике – такая возможность была на мастер-классе по сестринскому делу. Некоторые моменты я не знала, что там надо от хрящика отступать два пальца, руки прямые. Я думала, их согнутыми надо держать, а вот это пригодится. Также учили накладывать шины, делать инъекции. Накладывать повязки, транспортировали пациентов на сердечно-легочную реанимацию, если у них не было сознания. Среди девятиклассников и Вероника Жукова из 40-й школы. Мастер-класс, который преподали педагоги и студенты медколледжа, девушку заинтересовал особенно. Она мечтает связать свою будущую жизнь с медициной. Я хочу быть врачом. Я пойду в университет. Медсестрой не хотела быть врачом больше. Склоняюсь к этому выбору. На импровизированной практике девятиклассники познакомились и со спецификой работы оператора станков с программным управлением. Стоит ли говорить, что этот мастер-класс собрал лишь юношей? Эта профессия, ну, как бы интересна, но она очень сложна в плане работы с компьютерами, со станками, со всем оборудованием. В аудитории напротив проходил мастер-класс, рассказывающий о труде повара-кондитера. Он привлекал посетителей вкусными запахами. Может, не все школьники захотели стать поварами, но для себя открыли немало интересного. В жизни это очень пригодится из-за того, что и прокормить можно себя, и работу найти. Мастер-класс по карвингу – это художественное вырезание из овощей и фруктов. Первый стол. Второй стол – это у нас оформление бутербродов и закусок. И третий мастер-класс – оформление стола, способы заворачивания салфеток, сервировка стола. Также прошли мастер-классы по обслуживанию и ремонту автодорог, технологии машиностроения, программированию. Узнали школьники и о работе специалиста в области КПА. Спектр представленных профессий разнообразен. Цель профориентационного мероприятия, прошедшем в станции юных техников – подготовить учеников к осознанному выбору будущей профессии. Анна Акрамова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Завтра в 15 часов в Доме культуры УХК состоится второй тур публичных слушаний по организации работы пункта приповерхностного захоронения радиоактивных отходов на территории Новоуральского городского округа. Принять участие в обсуждении этого вопроса приглашаются все неравнодушные новоуральцы, ветераны атомной отрасли и представители общественных организаций. Давние друзья Новоуральска – компания «Пасека Монастырская» вновь в нашем городе со своей уникальной продукцией. Для тех, кто любит мед и ценит его полезные свойства, наш следующий сюжет. С 3 по 10 февраля в Деканово-Уральский, улица Комсомольская, 14, открывается выставка меда из башкирии и конфитюра от Пасеки Монастырской. Мед липовый, дикий, гречишный, с маточным молочком. Всего более 30 видов. Для каждого меда подробная инструкция. Кстати, он не теряет своих качеств и при длительном хранении, а значит можно купить сразу несколько видов. Есть мед дикий, бортнический, который собирается в дупле дерева. Есть мед с травки золотарни, есть акация, знаменитая башкирская липа, донник, расторопша. То есть меда в большом ассортименте. В ассортименте представлены вкусные конфитюры из цельных фруктов и ягод, а также свежая азовская халва, домашнее душистое подсолнечное масло и продукты пчеловодства. Внимание, акция! При покупке одного килограмма меда, килограмм лугового меда в подарок. Выставка меда из Башкирии и конфитюра от Пасеки Монастырской будет работать с 3 по 10 февраля в ДК Новоуральский. Улица Комсомольская, 14. Буквально через несколько минут смотрите программу «Объективно о спорте». Мой коллега Никита Евсеев расскажет о последних спортивных событиях. А сразу после программа «Раздумья о ЖКХ». Из нее узнаете об организации дорожного движения на одном из самых оживленных перекрестков города, а также об очистке городских дворов от снега. Закончится наш эфир программой юных корреспондентов клуба «Альфа» «Твой выбор». На этом наш выпуск подошел к концу. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Увидимся завтра в это же время на канале ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова